Солероз трава Описание, свойства и применение Солероз – удивительное растение, способное хорошо расти и развиваться на солончаках. Выглядит как голый зеленый узловатый стебель. Кроме необычного внешнего вида оно ценится еще и целебными свойствами. Некоторые виды этой травы занесены в Красную книгу. Описание культуры Солероз европейский Соликорния и Йоропая Однолетние растения рода Солероз принадлежащие семейству амарантовые. Встречаются различные его названия – берегон, макридинник, солец трава, солонецк, солонежная трава, сальник травянистый, солянка, ягу, солириск, солончак. С давних времен известны его целительные свойства. Солероз – трава с голым, членистым стеблем, эсупротивными ветвями. Листья практически незаметны. Высота растения в пределах 30 см, цвет от зеленого до красноватого. Встречаются экземпляры, достигающие в длину 45 см. Цветы утоплены в ткань стебля и на концах образуют колоссовидные соцветия. Околоцветник цельный, имеет форму ромба, у него наверху отверстие, в котором видны рыльцы и две тычинки. Плод солероза – орешек, имеющий яйцевидную форму с волосками в верхней части. Слонец трава цветет в конце лета в период с июля по сентябрь. Солероз трава солероз широко распространен в Евразии, в том числе и в России, и на побережье Балтийского моря, юге Сибири, Дальнем Востоке, Кавказе. Встречается в Египте и Марокко. И корни и стебли травы солончак содержат алкалоиды солигерпина соликорниен. Еще в корнях обнаружены флавоноиды, а в надземной части растения – холин, бетаин, флобафин, аскорбиновая кислота, антоциан, бета-цианидин, сахароза, дубильные вещества, оксалаты, смоляные жирные кислоты, растворимые серно-кислые соли, калия, натрия, магния, хлориты. Карбонат натрия, бромид и адит магния. Обратите внимание, количество и разнообразие солей в лечебной траве солириз зависит от места ее произрастания, степени и характера засоления почвы там. Разновидности растения, как размножается, на каких почвах растет. Род солироз насчитывает около 35 видов. Европейский, наиболее известный из них, употребляется в пищу, распространен в северо-западной Европе. В северной Норвегии встречается солироз паярковый, в юго-восточной и восточной Европе, а также в Сибири растет солироз солончаковый. В Мексиканском заливе, на Атлантическом побережье США можно обнаружить солироз бигелова. Солироз простертый распространен в Африке, Средней Европе и Средиземноморье. Трава солириз предпочитает мокрые солончаки, морские побережья, берега соленых рек, озер, соленые корки. Можно его встретить также на засоленных залежах на высоте до 3,9 километра над уровнем моря. Обратите внимание, никакое растение не способно выдержать такую концентрацию соли, а солироз прекрасно себя чувствует в этих условиях. Размножается семенами, образует достаточно обширные заросли, но может расти и по одиночке. Свойства культуры, чем полезно растение, влияние на человека. В пищу употребляют надземную часть травы, период цветения. В некоторых регионах это довольно распространенная еда, растения добавляют в супы и салаты или готовят со сливочным маслом. Трава солироз находит также применение в медицинских целях. Трава солироза европейского пригодна для использования в лечебных целях, благодаря ее многочисленным целебным свойствам. Собирают листья, стебли и цветки. Трава солироз нашла применение в народной медицине. Из нее готовят отвар, который используется как слабительное, желудочное, противоцинготное, мочегонное, противовоспалительное, тонизирующий. Важно! Употребление средства из солироза улучшает пищеварение, а также облегчает состояние при хронических запорах, водянке, нефритах и циститах. Кроме того, эта целебная трава способствует замедлению роста злокачественных опухолей и грамляций. В Красноярском крае пользуется популярностью водочная травяная настойка из солироза, которую надо втирать в суставы в качестве противовоспалительного, болеутоляющего средства при подагре и ревматизме. В последнее время травой солонец заинтересовалась традиционная медицина. Рассматривается возможность применения ее в онкологии. Есть множество рецептов целебных средств из травки солироза. Водочная настойка из сухого и свежего сырья 100 грамм сухой травы помещают в стеклянную посуду и наливают туда 0,5 литра водки. После надо взболтать раствор и герметично закрыть. Смеси дают настояться в течение недели при температуре плюс 20-25 градусов. Затем раствор процеживают. Важно! Средство убирает сильную боль в суставах, нормализует пищеварение и обмен веществ. В целом является профилактика и обострение после ремиссии. Используется в комплексной терапии при цистите пилонев и ряде других заболеваний. Помогает облегчить их симптомы. Настойка активно растирают конечности при больных суставах по 15 минут в день перед сном. Внутрь средства принимают по 15 капель в день до еды, два раза. Из настойки солерозы делают компрессы, которые снимают воспаление. Такую процедуру проводят на ночь. Марля пропитывается раствором и прикладывается к проблемной зоне. Сверху надо обмотать компресс шерстяным шарфом или платком. Такой курс лечения проводят в течение 2-3 недель. Из свежей травы солероз тоже делают настойку на водке. Это совсем не сложно. Сорванные части растений нехорошо промывают и прокручивают на мясорубке. Полученную кашицу процеживают через марлю, отделяя жмых от сока. Затем жидкость смешивают с водкой в рапорции 1-1. Настаиваться средство должно в течение недели. Возможно выпадение и осадка, которая не влияет на качество настойки. Водочная настойка из сухого и свежего сырья отвара от заболеваний почек и мочи половой системы надо взять эмалированную емкость и развести. Там чайную ложку солероза в стакане горячей воды. Затем полученную смесь накрывает крышкой и держит 15 минут на водяной бане. Потом снимают с огня, остужают до комнатной температуры и процеживают. Хранится полученный отвар в холодильнике не более двух суток. Принимать следует по 2 стакана. Ложки 3 раза в день за 1 час до приема пищи. Важно! Лечение травой солероз обычно назначают в комплексной терапии с медицинскими средствами. В любом случае необходимо мнение специалиста. У настойки травы солонез, как у любого лекарственного средства, есть противопоказания. К ним относятся беременность и период кормления грудью, болезни желудка в острой стадии, язва, гастрит, энтероколит, гипертония. Предрасположенность к образованию камней в очках, мочевом пузыре, индивидуальная непереносимость. Чтобы точно узнать, можно ли применять средства на основе травы солероз, надо проконсультироваться с врачом. Какие болезни и вредители бывают? На заметку. Распространенный вредитель солероза и других растений этого семейства – свекловичная минирующая моль. Насекомое известно тем, что наносит урон посадкам свеклы, главным образом сахарной. За сезон появляется 4-5 поколений моли, с нарастающей численностью. К концу лета ее количество максимально. Число поколений зависит от региона обитания моли. Вредитель встречается на юге Европейской части России, в Молдавии, на Украине, Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Урон наносят гусеницы. Одно поколение насекомого развивается в среднем 1,5-2 месяца. Временные границы поколений размыты и на протяжении лета можно встретить все стадии развития насекомых одновременно. Когда можно собирать траву, как сушить и хранить? Самый большой лечебный эффект травы солероз несет в себе в конце лета и начале осени. Ее зеленый цвет меняется на красный багряного оттенка, а на стеблях образовываются соцветия. Местные жители из районов, где произрастает солероз, считают, что плотные стебли вытягивают из почвы все минералы и элементы, которые используются при грязи лечений. Таким образом трава несет в себе всю пользу лечебных солей. Интересно, траву солероз употребляет не только в свежем виде, но часто еще и сушат. Заготавливают в период цветения, который приходится на июль-август. Растение срезает под самый корень, используя ножницы или острый нож. Солонец сушат или в тени под навесом или в теплом помещении, но при условии хорошей вентиляции. Траву раскладывают слоем в 2 см на ткани или бумаге, периодически ее переворачивая. Так она лучше просушится и не отсырит. Когда стебли высохнут, их раскладывают по банкам или тканевым мешочкам и хранят в сухом прохладном месте. Сырье измельчают, чтобы затем удобнее было отмерять нужное количество. Солероз Используют в течение года по мере необходимости. Солонец трава сочетает в себе множество удивительных свойств, а ее внешний вид запоминается надолго. Тулстые зеленые стебли, по мере созревания становящиеся багровыми, выглядят достаточно эффектно. Это еще одно доказательство того, что в любых, даже самых суровых условиях, есть животные и растения, способные там выживать. Солероз является украшением почв с повышенным содержанием солей.